Эдуард Михель, инженер группы охраны окружающей среды УРА «Нефтегаза», несет подарок. Это первый участник благотворительной акции для детей Донбасса. Эдуард – многодетный отец и считает своим долгом поддержать проект «Подари детям чудо». Увидел, что сегодняшнего дня открылась акция «Подари добро детям». Я решил купить мягенькую игрушку, сладкий подарок. Спасибо большое. Попрошу вас передать адресату и поздравить с Новым годом. Сделать может это каждый из нас. И я, как многодетный отец, отец четверых детей, не обхожу ни одно мероприятие, которое касается детей. И в том числе новую акцию, на которой я поучаствовал. Акция «Подари детям чудо» стартовала в Урае. Она тематическая, посвящена Новому году. В данном случае благотворители могут принести именно новогодние подарки. Как правило, это как раз сладости и игрушки. То, что каждый ребенок получает в преддверии зимнего праздника. Мы присоединяемся к этой акции окружной, федеральной. И подарки приносить также к нам в гуманитарный корпус. Желательно, чтобы в преддверии Нового года этот подарок был оформлен по-новогоднему. Каждому ребенку будет приятно получить новогодний подарок. И дети будут думать, что это подарок от Деда Мороза. С начала текущего года уральца уже отправили на Донбасс и своим мобилизованным землякам более 14 тонн гуманитарного груза. Помощь и поддержка у сибиряков в крови. Горожане активно вступают в ряды гуманитарного корпуса Югры. Сейчас свою миссию завершает депутат местной думы Артем Вабенко. Он в числе тех, кто как раз принимает и разгружает машины с гумпомощью, доставленные с севера. Мы разгрузили еще одну машину, которая пришла с Сургута. Гуманитарная помощь по разным адресатам. Как целевая, так и адресная. Также детские подарки будут доставлены юным адресатам. Им сейчас необходимо верить в чудо, которое и подарят югорчане. Елена Шамшаева, Александр Кашкин. Наши города.